Иржанский, он же Кушнаренко, Михаил Михайлович, он же Зайчик, он же Ляпись, Михаил Александрович. Мне они 300 лет упали. Меня зовут Игорь Кофман, я живу в городе Херсоне, Украина. Мои близкие люди, которых я считал своими родственниками, они играют роль пятой колонны здесь у меня. Это моя так называемая мама. Я подчеркиваю, что так называемая. Господин Равин узнает, не пустит нас в ЛТП, в котором он организовал синагогу. А теперь нажимаю на зеленую кнопку, вот, вот, вот результат. Не хочется точку ставить в этом деле. Старые люди говорили, падающего подтолкни. А что касается, как ты выразился в спектакле, то надо же было тебя как-то в чувство привести. Ты же не один работаешь, с людьми. Час меня не трогает. Не трогай меня час. Один час, да. Один час меня не трогает. Я занят сейчас, попозже, подожди. Алло. Кто там опять проезжал? Алло, добрый день. Добрый день. Это Владимир Иванович? Да, алло. Эй, Владимир Иванович, вас Гоффман беспокоит. Я когда-то много обращался к вам. Прямой контакт установлен. Совершенно верно, совершенно верно. Хорошо, что вы меня помните. Владимир Иванович, можно два вопроса вам? Да, 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 да. Значит, у меня тут проблема кое-какая была. Я вызывал наряд милиции. Понятно. Ну, они приехали потом, правда, я утром вызывал, они вечером приехали. Правда? Значит, там руководитель этого наряда был такой Сайфуддина ВВ. Он назвался, он мне удостоверение показал, там, криминальная милиция, расшифровал, в общем, там сокращенно было, но он расшифровал вроде, криминальная милиция вашего, ну, Кобсомольского района. Это было, значит, где-то 19-го, 20-го, 0-5-го этого года. Он, там, короче, такая была ситуация, что, ну, он у меня снял показания и пообещал передать это на кирование, эту информацию. Значит, с кем мне, как бы... Посоветую мне, с кем мне поддержать, ну, чтобы какую-то информацию, обратная связь какая-то же была. На кого мне выходить, кому звонить, с кем об этом говорить. Вот вы составьте, позвоните, и мы с вами обсудим, ладно? Нет, 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 я не знаю, передал или нет, но, правда, я сказал, что у меня два к вам вопроса, это просто попутно, между прочим. Адвокатов возьмите, профессионально. Он вот сейчас у меня здесь сидит в сумке. Нет, так я не знаю, это же просто наряд, это ДПС или криминальная милиция, я не знаю. Ну, да, тогда все, проблема, напишите и пишите мне текст на утверждение. Окей? А, то есть, рука, там, начальники... Сначала стулья, потом деньги, и наоборот. И, а, ха-ха-ха, будет с вами теперь отношение. То есть, этому самому начальнику райотдела комсомольска, ему позвоните. Да не, 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 я думал, он уже договорился с ними. Понял. И еще такой вопрос, Владимир Иванович. Да, да, да. Значит, ну, вы, не знаю, как это воспримите, но я скажу, а вы на свое усмотрение, значит. Хорошо. Вот такой вопрос, значит, если я вам скажу, что мы с вами в свое время, в детстве, довольно плотно общались. Ой. Вот такое. Ой. Мы могли бы с вами в таком случае все-таки встретиться и решить те проблемы, которые я вот тогда поднимал, в том целой кипе заявлений, что я писал, туда еще добавляются и добавляются. У меня просто безвыходное положение создается. У меня что-то, что-то нужно предпринимать. Потому что... Нет, ну, это же опять на другой вопрос. Ну, и помните, о чем там речь. Что там целый, ну, просто беспредел. Понимаете, о чем дело? Что-то мне делать надо, мне деваться просто некуда. Могли бы мы решить все-таки этот вопрос при встрече или на ваше усмотрение? Позвоните зато. Я уже летю. Я сейчас, кстати, в аэропорту вот сейчас улетаю. Понял. Можно по телефону, если вы считаете возможным. Послушай, ну, послушай, ты же умный, да? Найди что-нибудь, придумай что-нибудь еще, да? Я сейчас, не переживайте, считаю деньги, ладно? Ну, понятно, но мы... Дайте, дайте, дайте заяву. Понятно, но мы же беседовали. Мы же беседовали не один раз с вами. Я же у прокурора тоже был на приеме. Он же при мне вам передал тогда это самое. Я к вам с вами потом продолжал беседовать. У вас поменялся сейчас районный прокурор? У вас же был... Нет еще. Был же же этот самый, как его... Не удается никак. Я немножко это самое. Думал, мне там тоже была информация, но я думал, что это вас назначили. Я сейчас позвонил секретарю, она говорит, Маринчук, я думаю, наверное, два разных человека, она уточнила, да, действительно. Понял. Значит, невозможно решить, да? Нет, это не честно. Ты знаешь, ты понимаешь, вот... Тогда-то было поручение, при мне же в кабинете разговоров. Хорошо, позвоните завтра. Это самое, Владимир Иванович? Да, да, да. Можно вам, кстати, одну это самое, просто посоветовать на YouTube одну интересную, посмотреть вещь? Окей. Значит, там это самое, есть... Гимн Кубка Чемпиона УЕФА. Да. На русском языке в переводе. Да, 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 да. Отлично. Значит, с картинками, там, ну, с иллюстрациями. Окей. Там или Гимн Кубка, или Гимн Лиги Чемпиона УЕФА, в переводе на русский язык, на YouTube. Посмотрите там, интересно. Это если к вам дошло вот то заявление, которое я передавал, вот, азербайджанец сидит у вас там, замначальника отдела, который курирует этих самых, ну, участковых. Там же заявления вроде все на вас выходили потом, которые я им передавал. Хорошо. Значит, ну вот, можете посмотреть, чтобы потом не возникало у нас вопросов насчет этой справки, что вы говорите. Все, договорились. Давайте, договорились. До встречи. Добро, до свидания. А я что, желчки готовлю? Карабинчик опробуем. Охота знатная получится? А потом, после этого, когда еще развал Союза, когда мне приходится начинать искать за счет чего жить, так сказать, ну, помогать этому моему так называемому, отцу, я тогда еще до конца их не понял, я его еще считал своим отцом, я ему не помогать, а мы, в принципе, работали 50 на 50, несмотря на то, что против меня велся самый настоящий кирург, самый настоящий кирург, бесконтактный кирург, практически сделали раба. 20 лет я закончил институт, я молодой специалист, инженер, с красным дипломом. Ну, понятная ситуация, развал Союза, но я даже занимаюсь бизнесом, мне не дают работать практически. Сейчас вообще уже оставил всякие попытки какой-то торговлей заниматься, потому что я пытался заниматься в 90-е годы, и там цирк тоже был, обыкновенный цирк, над нами просто смеялись. Мы бегали с меняющимися вот этими господами, я потом под конец вычислил, их было 15, я был один. И они со мной игрались в кошки-мишки, бегали по фирмам, где они же сидели. И договор, договор, вроде работа, идет офис работает, сделка подходит, должна выполняться, ничего не выполняется. То есть просто меня используют в качестве раба практически, хотя у меня два высших образования. И вот эта публика, которая жирует, так сказать, в Голливуде, здесь продолжая разыгрывать нищие, голодные, наркоманов, алкоголиков, психопатов, то, что они всегда этими занимались на протяжении всей своей жизни. Самый настоящий уголовный без предела. Да. Со стороны официальных властей. Значит, если не углубляться куда-то, ограничиться нашим городом, какие должности эта публика реально ужурпирует в городе? То есть обыкновенный цирк, направленный на меня. Ну ничего, скоро придет время, и мы займем достойные места в нашем городе. И не только в нем. Нам надо с тобой новую тему завернуть. Век больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так я сегодня живу за границей? Не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайные беды в секрете хранят. Зарубежье мое называется ближний. Зарубежье мое называется ближний. Но все дальше, дальше, оно от меня. За границей, за границей, за границей. Там друзей, любимых лицах. Там моей любви и грусти города. жизни добрые страницы вы сегодня за границей вы сегодня далеки как никогда юморист юмор кассетский что я хотел сказать кому-то юмор кому-то не даю уже давно нижней и грусти города жизни добрые страницы